Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Сегодня покажу, как я пристроил к дому вот такую восхитительную прозрачную галерею, которая добавила моему хозяйству 15 квадратных метров крытых площадей, не нарушила освещенность, так как покрыта прозрачным PET-профлистом, и главное, решила проблему с лавинным сходом снега и льда с крыши, что было большой бедой много лет. Итак, приступаем! Итак, постановка задачи. Опишу проблему, которая и заставила меня искать решение в виде вот такой перестройки. С север-запада дома есть дорожка. Она же служит отмосткой. Когда строили дом, никто не думал, что копящиеся в невероятных количествах при таком вот конструктивном решении крыши снег и лед должны куда-то деваться с крыши. Как показала практика, они не улетучиваются и не просто себе тают. Они сходят, причем лавиной, и представляют огромную опасность для людей и животных. И, помимо этого, они после схода полностью блокируют проход. Происходит это каждую оттепель, то есть не менее 5-6 раз за зиму. Уборка такого ледника это невероятно тяжело и довольно долго. В постоянно действующем хозяйстве это непозволительная роскошь. Да и спина не казенная. Попытки установить снегозадержание потерпели фиаско. И даже двухрядные гнутые железяки были в итоге сданы в металлолом. Тогда я решил, что этой зимой я положу конец этому безобразию, пристрою навес над дорожкой и удлиню скат крыши так, чтобы больше не вспоминать о том, что делается на крыше. Попутно данный навес станет крытой площадью для хранения длинномеров и прочих хозяйственных необходимых вещей и для защиты их от осадков. Площадь застройки составит 10 на полтора метра. Плюс важным условием была прозрачность конструкции, так как по этой стене есть окно. Ну да и в целом прозрачный навес по северо-западу всегда лучше создающего глухую тень. Там и так не очень светло. Выбор материалов. Я сразу решил, что каркас галереи будет из профильной трубы. Металл и только металл. Никаких постоянных навесов из дерева. Только временные укрытия из дерева, которые не жалко, хотя в наше время это опять же непозволительная роскошь. За 25 лет, что я веду хозяйство и занимаюсь самостроем, все металлические каркасы и малые архитектурные формы стоят. Все деревянные уже сгнили и потеряли несущую способность 4 раза. Чем их не пропитывай, это все самообман. Менять конструкции каждые 5-6 лет выйдет гораздо дороже, чем один раз сделать из металла по-человечески. Каркас это скелет. Это главное. Это декоративную обшивку, можно легко поменять на любую, но каркас должен быть надежным, из металла. Крыши и стены будут из PET-профлиста Экопласт. Я показывал в своих видео, как осенью закупил партию данного прозрачного материала непосредственно на заводе, сразу под несколько своих проектов, в том числе и с расчетом на вот эту самую галерею. В сети много споров по поводу PET-профлиста, насколько этот материал долговечен. Мой опыт работы с PET пока не столь долг, чтобы делать далеко идущие выводы. Но вольер, который я остеклил по стенам в 2022 году PET-листом, чувствует себя прекрасно. Животных защищает от осадков и ветра, и при этом он имеет прекрасную прозрачность, несравнимую с сотовым поликарбонатом. В 2023 году я показывал, как построил вольер для собаки и уложил PET-профлист уже на крышу. Это я как раз тренировался перед данной галереей. Сейчас там лед и снег в огромных количествах, и материал не вызывает у меня вопросов. Поэтому я и продолжаю его использовать. Идем дальше. В качестве обрешетки я решил использовать доски 25 на 100 мм. PET-лист так проще монтировать, доска выступает более широкой опорой для пластика, ну и она опять же дешевле. Тут как раз использование дерева оправдано, так как доска всегда защищена от любых атмосферных явлений, и не является в данном случае несущей конструкцией. В качестве основы для установки каркаса я выбрал бетонные бордюры метровой длины. Знакомые ребята, армяне, делающие тротуарную плитку, продали мне 10 штук по 200 рублей. Мне показалось это разумнее, чем тяжеленные, высокие фундаментные блоки и гораздо эстетичнее. Поверхность у этих бордюров гладкая, без спор, это красиво. Приступаю к строительству. Первым делом снимаю верхний слой грунта по всей длине там, где будут установлены бордюрные блоки, на штык лопаты. Засыпаю эту траншею песком и гравием, и тщательно трамбую. Для окончательного выравнивания небольшой слой пескобетона, которым запечатываю песчаную подушку от размывания, и на нее укладываю бордюры. Скошенным краем наружу. Равняю линию по уровню. Опорные столбы будут 40 на 40 и 50 на 50. Дело в том, что у меня от прошлых проектов было три трехметровых столба 50 на 50, и я ими усилил данный каркас, распределив по длине в точках, где по моим расчетам будет максимальная снеговая нагрузка. А остальные столбы 40 на 40, этого достаточно. На бордюры укладываю уголок 50 на 50. Свариваю в единую линию. Этот уголок якорю к земле длинной арматурой и привариваю эти пруты к уголку. На уголок ставлю столбы по уровню и все обвариваю. Поскольку все я делаю один, использую систему раскосов из трубцин. Благодаря китайскому сварочному полуавтомату, который заказал себе еще в прошлом году, сварка проволокой без газа делает процесс простым и быстрым. Установленные столбы сразу связываю горизонтальной стяжкой со стеной дома. Мелом по виниловому сайдингу наметил, где проходят доски об решетке под сайдингом, а их я крепил непосредственно в местах вертикальных стоек каркаса. И через уголки, оцинкованные длинными кровельными саморезами, креплю к стене. Выравниваю перекладину по уровню и свариваю со столбом. Высота установки таких стяжек, чтобы их можно было использовать для хранения длинномеров, как держатели, как полки. У меня получилась высота 265 см. Это оптимальная высота, на мой взгляд, чтобы с одной стороны ничего не мешалось над головой и не давило, а с другой достаточно места для хранения. Делаю такие стяжки с каждым столбом. Столбы установлены на расстоянии друг от друга, не превышающем 100 см. Где-то 85, где-то 100. Это связано с тем, что посередине стены окно и закладные для связки со стеной только по сторонам от окна. Далее, наверх столбов укладываю уголок 50 на 50 с толщиной 5 мм. Накрываю торцы столбов. По краям выпуски для свесов крыши. Все обвариваю. На этот уголок лягут профили поперечины крыши. Высоту установки этого уголка верхней обвязки я рассчитал опытным путем, прикладывая профиль к имеющемуся скату крыши, чтобы было плавное продолжение без изменения угла без ступенек. Высота столбов у меня получилась 295 см. Теперь нужно сделать так, чтобы скат крыши дома из металлочерепицы плавно без ступенек переходил на новую крышу нашей пристроенной галереи, нашего навеса. Чтобы снег и лед спокойно, постепенно съезжали, а не сходили лавиной. И съезжали туда, где зимой люди не ходят и хозяйственной деятельности не ведется, где снег и лед никому не будут мешать. Для этого к поперечным перекладинам привариваю вертикальную стойку у самого свеса крыши. Рассчитываю расстояние толщины доски об решетке крыши, опускаюсь на эти самые 2,5 см и устанавливаю поперечины крыши. Поперечину сильно упираю в козырек прямо через сайдинг. Под сайдингом у меня тут толстенная торцевая доска 40 мм. Укрепляю усиленными уголками. Поперечины это профильная труба 40х20 с толщиной 2 мм. Уложенные поперечины с промежутком 100 см. Привариваю к вертикальной стойке у ската крыши и к уголку верхней обвязки на столбах. Получающаяся система треугольников и упоров, связок со стеной придает конструкции необходимую жесткость, выносливость по нагрузкам, а также дополнительно создает место для хранения длинномеров. В частности остатки сайдинга легко забрасываются на такую вот антресоль и будут теперь храниться в чистоте под крышей, никому не мешая. Поперечины имеют вылет за уголок обвязки около 30 см. Это и будет свес крыши нашего навеса галереи. Связываю вертикальными кусками профиля поперечины крыши и горизонтальные стяжки. Это дополнительно дает жесткость конструкции. Теперь, чтобы завершить сварочные работы и полностью закончить каркас, прокидываю профиль 40 на 20 см с толщиной 1,5 мм. Здесь не нужна какая-то жесткость и крепкость. Прокидываю между столбами. У меня получилось 5 таких вот ребер жесткости. Боковины до высоты 190 см будут закрытыми. Низ плоский шифер, вверх PET профлист эко-пласт прозрачный. Это, во-первых, удержит снег за пределами галереи и, во-вторых, защитит от осадков и ветра. Потом будет просвет незакрытый, что позволит хорошо вентилировать данное пространство и не даст образовываться эффекту парника с конденсатом. И наверху будет козырек из PET профлиста, который будет выдвинут над стеной галереи под самый свес, благодаря тому, как оформлены фермы данной конструкции. Таким образом, косой дождь или снег не попадает, благодаря такой вот каскадной защите, внутрь конструкции. Это проверено этой невероятно снежной зимой. Система проверена, все работает. И, несмотря на постоянные снегопады и ледяные дожди, галерея у меня уже полностью оправдала свое предназначение и активно мной используется. Вот можете видеть. Итак, каркас готов. Убираем сварочный аппарат. Дальше все будет гораздо проще. Доски об решетке крыши были пропитаны защитным составом еще осенью, когда я строил навес для собачки и с того же времени ждали своей очереди. Закидываем наверх доски и крепим их саморезами с буром к перекладинам. Производитель PET профлистов, Экопласт, рекомендует шаг об решетке не более 40 см, если угол ската крыши более 20%. Но у меня угол, конечно, меньше, это видно. Скат более пологий, а значит нагрузка гораздо больше. Поэтому я сделал шаг между досками об решетке 26 см. Именно поэтому я использовал широкую доску вместо узких металлических профилей. Все рассчитано. Приступаю к установке прозрачного PET профлиста. Я заказывал эту продукцию непосредственно на заводе из Ижевска с доставкой на терминал деловых линий в сентябре. Сайт PET-лист РФ, кому нужно, ссылку оставлю. Заказывал сразу и гладкий лист, и профилированный разных размеров под разные свои проекты. Вот вам для ориентира цены завода по состоянию на осень 2023 года. Под данную галерею у меня были PET-профлисты 200 см длиной. Ширина профлистов Экопласт стандартная 90 см. Я заказывал с таким расчетом, чтобы прозрачный скат крыши у меня будет использовано 150 см, плюс 15 см нахлест, который будет заходить под металлочерепицу. И 35 см остаток с каждого листа, из которых я и сделал защитный верхний козырек. Вот такая вот у меня конструкция получилась. Вот такой каскад за счет этих 35 см, который не позволяет снегу и косому дождю попадать внутрь. Очень интересно получилось. Сам не ожидал, что будет работать настолько хорошо. PET-листы не боятся мороза. Они легко раскраиваются обычной болгаркой. Для PET-листа гораздо опаснее прямое палящее солнце и нагрев свыше 60 градусов. От этого материал может менять свойства как раз. Но у меня северо-западная сторона, тень от дома и от густых деревьев. Здесь солнца нет вообще. Поэтому я смело для такого проекта использовал PET-профлист. Вообще разговоры о том, что PET якобы рассыпается, для меня немножко удивительны. Это же, ну по сути, пластиковая бутылка, которая, если верить нашим экологам, не разлагается столетиями. Ну, острова из пластика, вот это вот все. Так с чего же, если мы эту бутылку раскатали в лист, она вдруг резко начинает разлагаться? Я не знаю. Я потребитель, я судить не берусь. Я не эколог, не технолог. Я могу лишь наблюдать. У меня это уже четвертый проект с использованием PET-материалов. У меня проблем нет. Я стараюсь ставить строение с PET в тени без палящего солнца и соблюдаю правила монтажа. Что отверстие под кровельный саморез надо сначала рассверлить для термического расширения материала и, разумеется, не затягивать листы саморезами. А дальше будем наблюдать. Низ галереи, где будет лед, снег, а летом брызги и грязь я зашил плоским шифером, распилив стандартные листы пополам. А уже выше, куда брызги и грязь не достанут, у меня идут прозрачные PET-листы из того, что осталось от моих проектов. Обрешетку из профтрубы я сделал довольно плотную, так что любые давящие в стену нагрузки спокойно выдерживаются и распределяются. Ну, эта зима, она просто рекордсмен по снегопадам и у меня все выдержало. Выпуск PET-профлиста с крыши за доску обрешетки не более двух сантиметров. Это важно, иначе сходящая масса снега и льда может повредить кромку материала. Но вообще это касается любых кровельных листовых материалов без опоры. Металлический профлист, если оставить сантиметров 8-10 выпуска, загибается легко при сходе большого снежного покрова весной. По периметру я защитил доску обрешетки и торцы пластиковыми уголками. Теперь точно ничего не будет затекать, не будет никакой сырости и доски всегда будут сухими. Ну, а теперь самое интересное, во сколько мне обошелся этот проект. Самый дорогой, разумеется, металл. Но тут без него было не обойтись. Металл стоил мне 22 тысячи рублей. PET-профлист Экопласт 8730 рублей. Доски обрешетки 2000 рублей. Бордюры-блоки 2000 рублей. Саморезы-арматура 1500 рублей. Сварочная проволока 2 килограмма 1000 рублей. Плоский шифер 6 миллиметров 100 на 150 2000 рублей. Итого 39 230 рублей. То есть я уложился даже в 40 тысяч рублей. Ну, с учетом того, что у меня три больших металлических столба 50 на 50, как я говорил, уже были. Они у меня лежали уже несколько лет. Их я не считаю. К слову сказать, что когда я обратился на ближайшем строительном рынке в местную сварочную артель, где работящие представители среднеазиатских республик варят фермы для навесов, ну и всякие там лавки, беседки, мангалы из профильной трубы, мне насчитали за данный проект в 140 тысяч рублей. Сказав, что подумаю, я ни секунды не раздумывая приступил к строительству. Закупил материалы и все сделал вот на ваших глазах. Подытожим. Я решил свою проблему лавинного схода снега и льда с крыши, который представлял опасность для людей и животных. Мне больше не надо рвать жилы, уничтожать спину и суставы и тратить время на уборку этих самых непомерных глыб тяжелого льда и снега, сходящих с крыши в самый неудобный момент. Осадки и атмосферные явления больше не парализуют функционирование хозяйства, не отрезаются пути сообщения с сараями, с дровницами, подвалом, где находится у меня, кстати, гидроузел. То есть ничего не нарушается, никакая логистика. Хозяйство получило плюс 15 квадратных метров крытых площадей, защищенных от осадков. Теперь есть где хранить длинномеры, маточники для животных, всякий хозяйственный инвентарь и так далее. В случае нужды можно даже временно разместить здесь ряд клеток, я уже прикидывал. Вместо 140 тысяч рублей на решение задачи я потратил 39. Построенный навес галереи покрыт прозрачным материалом, что не создает дополнительной темени, свет попадает в окно и вся зона застройки не затенена. Навес галерея с успехом выдержала безумные снегопады и ледяные дожди этой зимы и прекрасно справляется со своими функциями. Я очень доволен. Вот такие результаты, друзья. Я долго ходил вокруг и около решения данной своей проблемы, но этой осенью, услышав сколько люди хотят за подобную конструкцию, взял себя в руки, собрался и сделал все сам в одну каску. Для кого этот материал был полезен, отметьте его лайком, пишите ваше мнение в комментариях. Всего вам доброго, до новых встреч на моих каналах в Телеграме и в ВК. Всем пока! Продолжение следует...